Добрый день! Христос Воскресе! Поистину Воскресе! Инотихич, да уже сто лет не видались, и я это... Думаю, время надо выбрать обязательно. И сейчас вот в связи с этими событиями, со всеми, знаете, прям ревность такая разыгралась, вот как будто по собственному жилью такой, знаете, как по православию, вот такой по собственной прописке ревность. Вот что делать-то, что происходит вообще? Ну, знаете, я вот хотел вообще так спросить, вот, ну, как у старожила, да? Ну, продиагностировать вот временные такие отрезки, насколько народ изменился. Помните, как в этом мастере Маргариты у Воланда, я, говорит, пришел посмотреть, насколько изменились москвичи. Вот вы, как бы, в лице Воланда могли бы сделать такой анализ, люди изменились или они остались прежними? Ох, 50 лет. Ты этот вопрос задай Смирнову, задай там Ткачеву. Они вот сидят только в комнате, он заливается соловьем, а я гляжу, у Ткачева туда-сюда народ ходит, покупает, он никого не видит. А ко мне-то вопрос задал, я не просто со стороны смотрю, я 45 лет, теперь 46 лет, начальник детского лагеря, единственного в России. У меня просто не выскажи, сколько было мест занятий, вот, коротко сказать, 5 отделов милиции городских районов, краевой отдел милиции и городской. И во всех вел занятия один, я никого не больше не допускали. Летное училище, 5 университетов, 13 школ, сколько техникумов, заводы, фабрики, все охвачены были. И три радиопрограммы регулярно вел. Генофонд в стране нарушен, такого не терпела ни одна нация в мире. Распад страны уперся в монастырские стены. Что делать? И оказалось, что партаппарат почти весь скрылся сегодня на церковных должностях. Прочитайте аргументы и факты, первый номер. С архивами КГБ работает депутат Верховного Совета, отец Глеб Якунин. Какие у них клички были? 100% архиерейского состава, ставники Политбюро, направляло в семинарии КГБ. Ставили самых злейших врагов в церкви. До конца осознать, что случилось с русским народом, может быть, только сумеет следующее поколение. Практически целая нация оказалась опрокинутой на грани исчезновения с протянутой рукой над пропастью. Человек вступил в эру слез и крови. Весь земной шар от коры до центра пропитан страданиями и кровью. Согласно Библии, мы знаем, ждут горчайшие испытания род человеческий. И наша задача, христиан, которые примирились с Богом, приготовить вас к мужественному перенесению этих страданий. Если правильно рассмотреть сегодняшнее положение в нашей стране, то, можем сказать, у русского народа не было более благодатной почвы для проявления личностных качеств человека, героических. Нет сегодня в мире такой страны, которая при таком огромном потенциале, при таких запасах, в недрах, была такой нищей, раздробленной и почти в паническом состоянии. Вот на вас, молодых, сегодня смотрим мы с надеждой, но только на тех, кто примирится с Богом. Если вы будете смелые, мужественные, но безбудиться головорезами, вот такие пришли смелые и мужественные в 17-м году к революции. И своих товарищей всех спустили в подвалы Лубянки. 110 миллионов. Вот тот эксперимент, которым закончился марш атеизма по нашей российской земле. 110 миллионов оборванных насильственно жизней. Если бы те люди сегодня встали здесь с нами, это были бы лучшие проповедники, они бы говорили, без Бога жизни нет. Виктор Георг говорит в отверженных. Тяга человека к Богу прямо пропорциональна его нравственности. Иисус Христос в 3 главе Евангелия Теяна говорит, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Наша жизнь – это время темной ночи, и светит ли там свет. Поэтому на твой вопрос мне легко ответить. Не за 45 лет, буквально по годам могу показать, когда женщины вдруг переоделись и в брюки. Я месяц мог назвать, даже месяц март. И особенно это заметно в детях. Если 45 лет, это явно два поколения я провел. Очень и очень сильно, очень. Даже сравнить, даже год с годом нельзя сравнивать. Притом, если столько детей, а тогда у меня в среднем было 108 каждый год. Тут как будто кто считал, 108 со взрослыми. И я же вижу и родителей. От избытка сердца человек что-то делает. Что у него есть в сердце? Он не случайно все это делает. Я говорю, даже во внешнем вы должны резко измениться. Для женщин ни украшений, ни помад не должно быть. Как и для мужчины, бродобритие. Это запрещено и называется недобрым словом. Как блудодейная ересь. Отстать от этого и отстать навсегда. Но на первом месте стоит любовь к Господу Иисусу Христу. Любовь к Его Святому Слову. Вы засвидетельствовали перед священнослужителями, что вы решили жизнь свою изменить. Последний день вам еще говорилось. Еще сутки и возврата вам не будет. Вы идете на великие страдания, на скорби, на печали. И только в конце обещана великая радость. Кто плохо подумал, есть еще момент сделать шаг назад. Снять одежду и отойти. Вот сейчас еще какие-то секунды остаются вам. Дальше уже вы будете как предатели Иуды, если не будете посещать храм и будете поступать по обычаям мира. Они же приезжают в лагерь и живут с ними. Лагерь-то комплексный был. Так что ответ один. Очень и очень изменился народ. Ну, даже у меня насколько продуманный был устав, путевка, что нужно брать там как. И, наконец, я стал добавлять. Кто играет в компьютерные игры, категорически отказывается брать ребенка. Совершенно невозможно. Конечно, предыдущее поколение вышибленное было из понятия жизни. Не просто там сферы влияния кто-то не поделил, там коммунисты с кем-то. Нет. Цели жизни нет. Он родил как? По несчастью. Уже на раз месячных у нее нету. Зачела. Это паника в семье. Зачела. Что делать? Делать аборт, не делать. Это нежеланные дети в первую очередь. А я им долблю, вы желанные, вас ждали. А дети стоят, слушают. Как? Вот смотрите. Дверь на петлях. А вначале-то не было, шкура завешивала. А теперь она как? Закрывается плотно. Как придумали крышу укрыть? Стекло. Ну, раньше бычий пузырь там. Потрут его маленько, чтобы видно было. А сейчас тебя ждали. Целый мир готовился тебя встретить. Вы посмотрели бы, с каким трепетом дети слушают эти. Я искал в детях одного. Избрание. И потихоньку туда спускались, чтобы никто не видел. И там молились. Вот я хочу рассказать, что наступило время сейчас. Вы уже почти все взрослые. Тут маленьких нет таких. Никодим, наверное, самый маленький. Ты тайну хранить умеете? Очень умеет. Чтобы другому никому не рассказать. Вот будут тебя пытать, мучить. Где ты был? Где молился? Как войти в эту подземлю, где вы были? Чтобы ни один никому не рассказал. Умри, но не расскажи. Вот так делали христиане. И чтобы остаться живыми, они стали строить храмы под землей. И там тайно, ночами, потихоньку приходите молиться, чтобы никто не знал. Иначе враги, когда узнавали, кто там молится, они тогда приносили соломы к хворосту, обкладывали храм, зажигали, и все люди погибали. Я смотрел, какого ребенка тяга к молитвы. Тяга не к играм. Они и в играх активные везде. Тяга к познанию Слова Божия. Когда я начинаю говорить, он рот разинет. Слушает. И скажу, что с каждым годом все меньше и меньше таких. Вот ваш ответ по назначению в нужное место попал. А вообще-то, кто желает посмотреть, что за эти годы здесь сделано, он увидит, что произошло полное, совершенное обмерщение. Как будто бы вот все, что только есть нечисто в городе, втягивается, как в какую-то клоаку. Разницы нет. Верит человек, не верит. Священник все равно накроет и Петрахилю. Сколько раз видел, выходит, причастие выплевывает. Я плакал, бегал к священникам, призывал. Один, правда, из урны все это собрали и сожгли. Единственное, что здесь хорошо устроено, это торговля. Две, три, иногда даже на праздники четыре торговых точки устраивает. Как бог языческий Меркурий, тут на крылышках летает день и ночь. Они видят только, вот батюшка, хорошо, храмов 200 надо построить, надо семинарии, академии, монастыри открывать. А я говорю, не это главное. Это надо, но это далеко не на первом месте. Первое место – молитва, пост, любовь к Слову Божию. Вот у нас приезжали дети, а у меня были там и сектанты, и пятидесятники, и баптисты. Мы ни одного не принуждали молиться по-нашему. Но все до одного выезжали, молились по-нашему. Тем более я старался утвердить его. Тебя родители научили молиться, так руки складывать. Ты так и молись. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил душу мою, в каких опасностях, в пути, в воздухе, на земле и в водах. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди мою душу навеки, вечно от старства Христа, Бога нашего. Аллилуйя. У нас очень большое изменение по причине поповской игры. Я нашел объяснение. Игр много. Я сделал не одно такое ролик, беседовали в деревне. Показал, игры полезные, игры такие. Почему какие святые дети не играли? Это подчеркивается в житиях святых. А вот самая опасная игра, она совершается в церкви, в алтаре. Вот я причастия не допущу. Да кто же я позволил это делать? Первое, что ты над причастием не властен. Ты властен над поступками человека, предохранить от этого и показать. А не то, что ты меня не будешь слушать, я тебя не причащу. Ты сдохнешь здесь. Он не говорит эти слова. А я тебя не допущу, и ты в рай не попадешь. И откуда-то пришло такое, если перед смертью человек не причастится, он будет иметь другую участь плохую. Это прямо у православных в корне. Вот священник в жизни ни одной проповеди не сказал, из него никто не взыщет. Но вот его позвали к умирающим, а он не успел, что-то занят был другим. И его могут сам снять. Это не евангельское учение. В евангельское учение судимы будут люди по делам соответственно жизни своей. Как об этом говорится 2 Коринфянам 5.10. Поэтому главная вина, что народ такой, я подчеркивал на занятиях в университете. Я говорю, если случится суд за распад нации, за уничтожение государства, на первой скамье подсудимой, как в Нью-Йорбинском процессе, будут сидеть священники и учителя, которые имели доступ к душам людей, и они не занимались этим. Путь не направлен к небу. Молитвы нет. Дома она 3 поклона положит, а ребенок спит, она не поднимет. У меня в лагере в 5 часов подъем. Если у меня дети дома, холодно, в 4.40, как мы, на молитве. Если не сейчас, златоуст говорит, и ночью поднимем на молитву, то когда? А у них было этого? Не было. Вот ребенок подходит, даже в деревню у нас, она разбудила его там в 7. Коров выгонять. Ну ты иди в другую комнату, помолись. Ребенок один, помолись. У него нет избрания, вот о чем я говорю. Он зашел в другую комнату, еще-то сидит, смотрит. Телевизор не включать, компьютеров не было. Он не знает. Ты можешь везде экономить время, но ни на молитве, ни на чтении Слова Божьего. Везде торопиться. Не торопись только на молитве, на чтении Слова Божьего. Если бы с детьми занимались, изменения были бы в лучшую сторону, что требует великого труда. Притом ежедневного, ежеминутного. Мы в лагере у меня утром, в обед, вечером минимум три раза полный разбор поведения всех. Я принимаю все жалобы, какие есть на кого, я обязан рассмотреть. Какие на него жалобы, подходите сюда. У меня нет жалобы. Давай. Бил девочек. Бил девочек. Каких именно? Где они девочки? Ну, ходите. Кому там он был девочек обещал? Как он бил? Он взял крапиву, мне по ногам прошло. Крапиву по ногам. Ты бил? Нет, я не бил ее. Он желал познакомиться? Крапива. Это есть, говорит, а ты идет с девчонкой, а он ее кирпичом. А она спрашивает, ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? А я зато тебя ударил, познакомиться хочу. А знакомиться ты не с кем, он же лежит. У тебя так же получается, так? Так белый или не белый? Я ее просто задел нечаянно. Нечаянно задел, понимаете? Это большая разница. Нечаянно. Он вот так вот подошел, я сидела на крапиве. Я просто хотела наклониться. Подожди, сейчас он говорит, она говорит. Да говори. Взял крапиву, вот так вот мне по ногам. Я просто хотела наклониться. Он просто наклониться хотел. А крапива где была у тебя, в руке? Да кто будет заниматься? Меня все время спрашивали, а как вы могли, вот, к детям это так вот, где вы учились этому? У Христа. Я с Мореек, где Марфа была, просидел, тогда я говорил, 20-30 лет, сегодня 55 лет. Что доброе, в Японии там знал, исследовал. Там в Новой Зеландии, отдельно у шведов где-то. Брал самое ценное и вмонтировал в лагерь. У нас ни одна ложка никуда не пропала. Залежи чашкой, покажи дежурному, опрокинь. Не говоря там про хлеб. Ложиться спать, ни слова. А разговаривались дети. А воспитатели ходят, слушают, это Сергий Радонежский так делал. Он тогда бил рукой в дверь, монахи замолкали. Так, вы знали, что наказан будет? Да? Сколько вас? Семь. Кто это разговаривал? Молчок. Это тоже обговоренно. Виноваты все. Выходите. Оденьтесь хорошо. Комаров много. По разным местам расставил их. И они стоят с палочками, охранники. Друг друга не видеть. Остальные умолкли. Я тогда выхожу, потихоньку их ману. Теперь я с ними иду по степи, увожу их на озеро. И все рассказываю о звездах, как кричат тут. Перепелки кричат. Они, дети, это все видят. Я знаю, завтра они скажут другим. Они умышленно будут нарушать, чтобы только его вызвали. По инструкции так. Обязательно разуться. Кто думает? На разутых я посмотрю. Без носочков? Да. На разутых всем обязательно разутых. Без носочков? Без носочков. Босиком. Босиком там делать нечего. Все, кто лазит по деревьям, они лазят босиком. Каждую маленькую щелочку ногой нащупают, за нее задерживаются. Вы видели, когда по стенам японцы лазят? Они не лазят в ботинках. Они прям голыми ногами. Ты видел? Да. В чем он не лазит? Голыми ногами. Голыми ногами, голыми пальцами. Он по голой стене лезет. Самый маленький выступ там, микроскопический, он в него, тело его как-то туда вжимает, все, он на нем подтягивается. Так, ну-ка, сколько еще раз набралось желающих? Ну, у тебя это есть. В нем не полезно. Что-то много. Ну-ка. Ау! Так, не говори. Стань. Раз, два, три, четыре. Я поставлю. Тихо. Ну, кто будет заниматься этим, в каком лагере? Ко мне приезжает начальник телоразных лагерей. Так, если я буду так, я говорю, я наказываю. Это обговорено в уставе. Да меня посадят за это. А вот тут перешагни это. И не посадят. И родители заранее расписались. И это не носит никакого мучительства. Иногда я по голенищу только хлопну, и все. Он матерится. А что я тут должен снять? Крапива. Проведи губами, не может. Не можешь, плащешь. Плащет, не может. Ну, тогда смотри. Я вывожу перед строем, а крапива жгущая такая, это недвудомная. Я ее беру в рот, у меня губу волдырями, зубами рвусь, всех охочет. Он и я не боюсь. Он возвращается. И теперь начинает губами водить по крапиве, показать, что он мужественный. Ребенок исправляется. Но нигде никто не будет заниматься. К этому сказать. На одну девочку сказали, а действительно она приехала, мать пьяница. Она с бабушкой живет. Корову сама подоет, а девочке лет 9. И с банкой молока выходит на трассу Барнаул-Новосибирск шоферам продать. Она как рисковала-то, чтобы хлеба купить. И учитель, который был, учитель из нашей общины, и он ее привел. Привел. А у нее в ШИП первым делом работали, но кто-то увидал. И на завтра ее мальчик один обозвал в ШИВе. И она плачет. Ира, а что? Да меня вот Ваня обозвал в ШИВе. А уже мы ее все вывели. Нету. В колокол ударили. Колокол, а то тревога. Пять ударов. Это ЧП. Так, кто Ира обзывал? Говорит или не говорит? Ну, он вышел. Я. Ищи у нее в ШИИ. Ищить нету. Так, я тебя наказываю. С сегодняшнего дня ты все время будешь заботиться об Ире. Все время помогать ей, где играете. Чтобы ее никто пальцем не тронул, худого слова не сказал. Наказание какое? И теперь между ними отношения другие. То есть на каждый случай свой подход. То есть вы считаете, ну, может, не считаете, видите, так, что в любом состоянии человека, ребенка, точнее, можно исправить, да? Было бы только усердие и желание. Вот сегодняшнего ребенка взять, вот из мира вырвать, и можно его изменить, да? Слово «любой» я никогда не говорил. Вот я добавлю, вы же, опять же, предлагаете к своему, допустим, объявлению о наборе детей в лагере, вы предлагаете, что детей с компьютерными играми и прочие состояния такие духовные вы не принимаете. То есть вы видите, это в детях уже неисправимо. То есть такие дети уже не готовы, не годны к исправлению, правильно? Вот только одно ввел. Про то, когда я рассказывал про детей, компьютерных игр не было. Ну, простой пример, у меня опыт. Я уже говорил об этом. У нас храм деревенский. Окна открытые, двери открытые. Такая погода, такие перистые облака, но ни жары нету ничего. Утреннее богослужение пришли. Только батюшка начал произносить слова божественные, бац, парень лежит, а она не опрокинулся. Ты когда? И в каком году ты был? Ну, это уже было, ну, сейчас мне трудно сказать, но примерно уже в 80, 90, сказать, 90 где-то уже. Тогда еще не играли в 90-х годах. В 95-м примерно, вот так думаю. Тогда не играли еще. Ну, значит, попозже было. В 98-м на меня нападки были, поэтому я кручусь вокруг этой цифры, 98. Там было у нас 15 комиссий тогда, но уже что-то было. Вот этот мальчик Андрей, который, я говорю, ну, не больше 10 лет назад. А? Я с 2007 года здесь. Да. Именно это при мне происходило. Ага. Ну, вот видишь, я не точно да, ты сказал. Мне казалось там, да бы да. Потому что уголовные дела возбуждали против меня. Ну, это похоже уже, да. Да. И вот он, мы упал, вынесли его, положили на скамейку. Только зашли в храм, сапира упала. Сапиры выносят. Заходим. Еще один лежит. И это выносим. Хоть, говорит, святых выноси. Это выносим. А те уже двое сидят, улыбаются. Я скажу, может, придуряется ребенок, но он сделал так, как ваше одеяло белый. Он не может себе кровь угнать от лица. Белый, как полотно. Но, когда вернулись, я стал расспрашивать. И оказалось, все они знатоки компьютерных игр. Теперь я стал внимательно наблюдать за теми. Приезжают в лагерь, я как бы отдельно с ними занимаюсь. Абсолютно не поддаются исправлению. Вот любой, я не могу сказать, не говорил. Но по процентному отношению где-то 95% за детей, которых можно уже сказать, что попробую. Ну так, сегодня уже не то, что дети, народ весь буквально сидит вот в этих гаджетах, телефонах и прочих. Показывают же вот там в интернете, можно посмотреть, ну съемка публичной улицы, допустим, метро, да, показывают. И народ же весь сидит вот в этих телефонах, и дети, и взрослые. И это во всем мире происходит такое. Значит, где-то недалеко. Развязка где-то недалеко. Ну вот, знаете, у меня еще есть такой вопрос. Я не знаю, он может быть пространный такой. Люди уходят из православия, причем люди лучшие, да. И вот такой вопрос, чего они не смогли приобрести в православии, чем они не наполнились, почему их? Ну, я вот не знаю для себя. Я вижу все это, всю вот эту вот мерзость, всю вот грязь, которая сегодня льется на православие. Но я не могу оставить, это мой дом родной, это сердце мое. То есть это все равно, чтобы вырвать из меня сердце, эту веру всю православную. Я до конца буду. А почему люди не находят и уходят? Вот, понимаете? Ответ простой. Да, я понял. Я отвечаю. Куда уходят? Если бы они шли в одно место, можно было думать. Но они идут только до дверей. У нас такие же были, до порога. Дальше в разные стороны. Вот Вячеслав Полосин, священник, сатом Глебом, официально в Государственной Думе имеют направление, дали допуск документам КГБ, кто сотрудничал. Это он разоблачил всех священников, попов-то, всех, которые сотрудничали-то, выдавали друг друга и прочее. Что его не удовлетворяло? Я это не знаю, но совокупности уже видно. Ушел куда? Богословом, если мусульман, принял мусульманство, видимо, обрезание, все как надо. Щетинка торчит, вот такой вот разъелся, как говорят, шайба такая. Так, ну ладно. Но рядом с ним был отец Глеб Якунин. Семь лет в якутских лагерей. Что он не перенес только? Двадцать лет только с метлой ходил, с Шашлеманом и Николаем, когда они первые сказали, что всю власть отдали старостам. Вот они, вопреки закону, священник вообще никто, его нанимали как наемного. В любой день бабка, староста могла его убрать. А староста стояла от КГБ. И он все выдержал. Но когда здесь на него пристукнули, он не выдержал. Почему? Он говорит, я жалею, что стал священником. Я думал, что если приму сан, а там какой-то зверопушнину он кончил техникум когда-то, вот, то у меня будет больше доступ к людей-то. А у меня никогда этой мысли не было. Я понял, одной рясой я уже отдален от народа. Меня бы уже сколько там священников эти рукоположили за рубежом и здесь, на дом епископы приезжали, чтобы я должен поехать к священникам. Я как огня боялся этого. Он к этому стремился. И что получилось? Ушел к Филарету. Потому что когда-то в Думе сидели вместе пяти Рим, то есть там они сидели все. И вдруг они применили тактику и сказали, больше туда мы не пойдем. Ну не ходите, но новый-то закон не издавайте. Они издали, никому больше не быть там. А его народ уже избрал депутатом. И он все думает, как политик, я там помогу. Он мне говорил, главное Руслана Хазбулатова повалить нам бы. А там с него и крест будут снимать. И его запретили, он не послушался, а на пиме предали. То есть с ума сошли совершенно. За что? Ну вы же вчера сидели на этих скамейках. И он не выдержал. Беру двоих. Два священника. Неплохие. Пошли в разные стороны. Но это не все. Дальше, которые уходят. Уходят в разные секты. Идут старобрядцы. Притом старостильные греки. Тут еще священство сохранено-то. Вот прохановцы. Немного их осталось. Иван Степановича проханова где-то. Они не с баптистами. В баптисты. Это у нас только которые люди ушли. Почему все в разные стороны? Отсюда явно. Сатана дотащил. Да это об стенку стукнуто. И к обрызги пошли. И а теперь. Типе. Ну я не знаю сколько. Но говорят, что 21 тысяча разных ересей. Которые под именем динаминации и конфессии. А дальше. А сейчас. А я никому не принадлежу. Я христианин. И вскоре разговаривают с Сашей Дмухой. Который потеряю и был-то. Ну маленько. Это можно почувствовать какой запах-то. Тем более я уже сказал. Человек абсолютно непокоривый. Развратитель. Принял правильное крещение. У него дар слова был. Мы ему платили зарплату за это. По соседним школам. Везде ездил где-то. Стал развратителем. Чужие семьи. Развращать женщин. Сколько пришлось перетерпеть. Сколько принес зла. Это люди знают и с ним общаются. Целуются. И кто это? Андрусенко все с ними. Разве можно? Александр Андрусенко не такой. Я его видел. А вот для него это все Олег Сват. Они сейчас как Дудин делал. И один там с другой стороны с Америки. Которые за мной гонялись. Мы внешне как бы примирились. То есть они. Амалик, который добивал слабых. Женщины с ребенком отсталым. Они никогда в общество Израилю не войдут. Вот этот Олег Сват. 150 килограмм весу. Хряк ненасытный. Он безножный. Сидит. И он все время ищет. И я стал тогда под одной буквы фамилии ставить. И на Юлю они навалились. Вот. Которые отошли. Это все с ними. И они отдельно образовали. По словарю буквы-то ищут. И вот они, эти люди, показали, что все это у них не от того, что лучше хотели найти. Они сразу провалились на дно адово. В буквальном смысле. Церковь только смотреть, где какое священие, где неправильное. А выход один. Ты должен был бороться за чистоту. Сокровища православия никому не наступны во всем мире. Причины разные. Но главная причина. Они не сделали первого шага в христианстве. Это которых я знаю. Полосина я не знаю. А остальные знаю. Какая? Отвергнись с себя. Я огромная. Не молись перед ним. Растопчи. Как Захария спрашивает своего наставника. Что делать? А он так камелавку снял. И давай на ней топтаться. Вот так растопчи себя. А потом видишь вон памятник. Говори ему самое хорошее. А там прокурор края. Он его нарасхваливал. Вернулся, что молчит. Теперь говори все, что слышал в народе. Ты убийца. Сколько судов извратил. Сколько людей погибло от тебя. Молчит. Будь таким. Приемли, говорит, равнодушно. Не оспаривай глупца. Как Пушкин говорил. И хвалу. И похвалу. Вот. Люди не отвергли себя. Ему одно слово сказали. Все. Она с мужем непокоривая. А ты где в божественном? Что мешает спасению? Там не принимай. Но остальное это. Сказал. Уволься с работы. Ну и уволься. У него хороший заработок. Сиди с ребятишками. Ну и сиди. Как только сорвалась с этого крюка. Ей уже не остановится. И особенно женщина, которая приятная видом. Такая-то. Для нее сатана уже приготовил самца среди еретиков. То есть она будет спать на чужой кровати. Она навсегда блудницей. Войдет на суд Божий. Она этого не понимает еще. Ее уже предупреждали. Сегодня прямо один за другим. Говорят. Евгений Тарапко. Этот он там в Израиле. И он говорит. Я пять лет по сектантам ходил. Все покупал. Все слушал. Я понял. Тупик. Как отец Геннадий. Я. Ну не просто так. А преподаватель Томского университета. Физик-математик. Руководитель молодежи у баптистов. Менонита. Но я понял. Когда мы повеседовали. У сектантов знание от головы. А у православных от Духа Святого. За нами все с первого века сидят за одним столом. У них никого нету. И поэтому они. Вот Андрусенко. А мы. Я ни к кому. А уже я смотрю. Он там где-то у сваток. Что-то. Катар. Это самое вот это. Негоже. Все собралось там. И муха там обязательно. Это заразная муха. Саша. Он уже там. И он как будто не видит. У него чувствительность отмерла. Вот у меня напал сейчас. Вчера новый вышел там. Священник один. Там Георгий. Такой говорит он. Как-то все не поймешь. И как будто вороками родился. Как я называю. И ему там скинули дулевище. Спрашивают про меня. И он уже начинает клепать там. Собирать. И при том самую мерзость. Что говорит там Дудин. Враги. Ему истина не нужна. Почему? Нет связи с Богом. А он священник. И думает на все вопросы отвечать. А ничего не знает. Мямлит. Мямлит. Как горящая картошка во рту. У него физиономия такая. Что он не расскажет ничего. Он не понимает. О чем говорит. А вот говорят так. А почему ты не ответил. Как был Максим Каскун. Его мне спросили. Он просто ответил. Помолчал. А я ему внучатка. Люди задумывались как. А я как-то обратился через царь Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст через Игнатия. Я ему внучатка. Почему это так-то не мог ответить. Он все собрал. Все самые злостные. Как говорится. Зачем ему это надо было. Но я поблагодарил Бога. Что он вышел. И начал говорить. Это священник. Почему. А тут отзывы пошли. Ваши отзывы. Я тут свои ставил. Я ничего не говорю ему. Я знаю. Он сразу. Зарубит. Забанит. Как говорят. И люди маленько узнали. Это говорит о чем. То что. Они единый организм. То есть. Они находятся в системе. И рука руку моет. То есть. Видите. Такое доверие. Можно сказать. Безоглядное. То есть. Ему достаточно того. Что. Вот. Иерей Сергей Дудин. Сказал так. И все. Он этому верит. Это о чем. Говорит. То что. Они сплочены. Друг с другом. Вот. И. Они образуют. Единый кулак. Вы видите. Это целая армия. И вокруг них. Огромное количество. Людей. Сегодня собирается. Вот таких. Вот. Псевдо православных. Вот. Мы с братом. Недавно. На них. С одним. Говорили. Вы видите. Если смотреть. Духовно. Да. Вот. Идет. Война. На мир. Восстание. Царство. На царство. Если смотреть. Духовно. Да. Будет она. Третья мировая. Обязательно будет. Но произойдет. Нечто. Иное. Война. Между. Верующими. Духовными. Людьми. Я думаю. Вот. Как мы с ним говорили. Что это произойдет именно в православии. Столкнутся вот две армии. Вот эти. Понимаете. Вот. Какие армии. Именно. Те православные. Которые останутся вот с этими священниками. И православные. Которые сегодня борются за чистоту. Веры православной. Вот. И именно их будут гнать. И сажать. И все такое будет происходить. О чем Господь говорил. Ведь к этому все и идет. И ведь закон. Сегодня закон гировой. Заточен именно на это. Вот. Сейчас начнутся поправки по этому закону. Вы вот ролик выставили на днях. Да. А я сейчас еще расскажу. На днях мне звонят. Матушка заходит. Говорит. Из ФСБ звонят. Вот. Буквально. К вам приехали. А до вас. Мне звонили. За день. Вот. Ну и я. А я записал звонок. Я вот. Может выставлю как-нибудь. Вот. И они говорят. Сергей Георгиевич. Я говорю. Ну да. Нам нужно приехать. Паспорт ваш посмотреть. Я говорю. Я домой вас не пущу. Я говорю. В скайп выходите. Вот. Я вам в скайпе покажу. Они говорят. На ваше имя где-то там в Самаре оформили куплю КамАЗа. Вот. И нам нужно ваш паспорт проверить. А я 10 лет назад. Ну еще такая ревность была глупая. Вот. Я в своем паспорте. Ну не на самом паспорте. На документе. А на файле. Там где написано личный код. Я написал православный. Вот. И выставил у себя на сайте. А они значит видите. Вот эти вот наши православные. Можно сказать такие. Не знаю. Враги. Или кто они такие. Они выискали значит вот этот документ мой. И ФСБ заявление. О том что я типа наверное порчу документы свои. Понимаете. И еще до малейшей тонкости. Будут выискивать. И вынюхивать. И сдавать властям. А закон скоро будут. За каждое слово. За каждое рта не раскроете. Тут надо обратиться к слову Божию. Говорит. Не предет род сей. Как все сей будет. Какой род. И начинает считать в 70-м году. Это еще те люди не кончились. Были. И поэтому напал там Веспасиан. И закончилось Титом. Вот. Гибель Иерусалима. Нет. Род христианский. Род христианский. Говорит блаженный Афилак. Он берет от Златоуста. А вот эти люди. Которые. Ну они ничего не сделают. Есть прекрасная проповедь. У Иоанна Златоуста. Он говорит. Человеку никто не повредит. Если он сам себе не вредит. А спотнулся. Ни я, ни Бог тебе не поможет. Это ты себе не поможешь. Опять же все в тебя упирается. Все это Иоанн Златоуст говорит. И вот так и здесь. Но они нападают. А что они успели за это время? Ничего. И вот здесь. Ко всем. Слово апостола Павла. Что если бы слушал. Что эти говорят люди. Я бы не был рабом Христовым до ныне. И поэтому испытания. Какие грядут. Бог нас подготавливает через это. Да все желающие жить благочестиво. Будут гонимы. Гонение от меня не зависит. А быть благочестивым. Зависит. Зависит. А вот он теперь напал. Напал. Ничего не значит. Дворкин напал. А утром я встал. Я еще не знал. У меня посещаемость. Ровно в 20 раз увеличилась. Приехал сейчас митрополит. Вот этот. Он тоже епископом. Того убрали. И этот тоже епископ был. Ему минуя архиепископ. А сразу митрополита. Иванников Сергий. Он у нас два раза в году бывает по обычным. Сейчас вот на день деревни батюшка опять пригласил. И на престольный. День деревни там после 14 мая. Ну а 16 сентября престольный. У нас не было ни одной встречи. Чтобы он сразу не вышел, не обнял, не поцеловал. И с тем уезжает. А я сейчас только говорю. Наш владыка скоро митрополитом будет. Вот как бы не вы, вот эти бы не прислали этих. Ну, кирсеты, девчата-то приехали. Я сейчас ребятами говорил. Я говорю, у меня мысли теплятся. Я патриарху Кириллу напишу. Говорит, удали нам архиерея какого. Смотри, он ничего нравится. И как нам полезно сознать. Вот Бог как делает. То есть мы против того епископа не воевали. Нет. И Бог видит наше смирение. Смирение. Самое ненавидимое качество сатаною. Вот. Главное, чего не хватает. Отвернуться себя. А это можно только со смирением. И вот эти попы, вот как ты сказали, они в куче и думают, их много. Это означает, их сразу вытащат вместе с Левиафаном на берег. Вместе с властью гибнет этот строй, который поддерживается. Они ничего не поняли. Семинарии открывают. А сейчас семинарии-то пустые. Никого, говорит, нету. Бились, бились, дарька. Пять человек набрали. Пять человек. Никиту сватывали. Я говорю, Никита вполне подходящий. Ничего не умеет делать. Безразличный ко всему. Готовый поп. Возьмите его. Но он уже не хочет идти. Вот я отвечаю, какая причина и кто виновен. Я как бы занимаюсь этим вопросом. Ну и слежу в интернете, да, за этой текучкой, за всей. Их армия, она уменьшается. Понимаете? Вот этих православных, которые вот с попами, их все меньше. А тех, кто сегодня за чистоту православия, их все больше. Я вижу, как люди прирастают. То есть буквально с каждым днем. Ну и вот вы можете согласиться, что именно две армии противоборствующих таких. Оно с самого начала такое. Будьте гонимы кем? Иудеи и иудеями. И все ходили в одну синагогу. И сейчас третья глава деяния говорит, апостолы шли в храм. Но они друг против друга. Армия не называется, но именно так. Но я отвечаю, где больше? Больше у нас. А почему? Потому что те, которые по совести трудились, веруя в искупительную жертву Иисуса Христа, в омытие Его кровью, которая находится в Церкви Христовой, умирая они на небе, они живы у Бога. А которые против, они все в аду, их нигде нет. И поэтому с нами апостолы, и святые отцы, и соборы вселенских соборов. Все. И тут Серафим сидит. Почему? Мы труды их признаем. А они, когда ушли, у них ничего нет. А священники, которые вот против, они незаконно рукоположные. До 30 лет, это самое первое. Далее, после крещения, не сохранили девственности. Может, половина из них. Берут, может быть, чья-то жена была. Это все канон и канон нарушается. Да если она артистка, девственница, и то нельзя на ней жениться. Они не знают. Вот в эти два пункта у Сарабрятца соблюдается по сегодняшний день. Я говорю, тот парень, ты и поет, и почему? А он не сохранил себя. Вот как слово. Сохранил себя. Он погубил себя увлечением какой-то бабенкой. Нарушил верность Богу. А церковь канонам поставила. Должны быть чистые. А не так, что это попа, это матушка. Ну, проститутка, я ее знаю. Она корабельная шлюха. А про такую, которую девственница, никто не скажет. Вот как. И поэтому, да, так, абсолютно правильно сказали. Но здесь надо трудиться. Вот я постоянно, постоянно, значит, каждый день. Я вставил это в час. Бывает, сегодня я встал 15 минут первого. Я уже за компьютером. И большая почта, отвечать надо. И в этой почте, сколько у меня каждый день приходят люди. Мы хотели уже уйти из интернета. Натолкнулись на вас. Да неужели еще такие люди есть? Да неужели Россия еще жива? И мы сейчас каждый день только помолимся. И скорее всего, да. Очень много. Которые именно вот такими словами заходят благодарностью. Что мы нашли наконец-то. Мы не знали где. И сектанты разные. Мы сразу даем им огромный-огромный океан. Открываем перед ними. Не на щепки плавать. Это каноны. Святые отцы. А тут вот выходит Пархобенко натолкнулся Константин. Вот я только послушал его, ну минут пять. И я понял, это человек или близкий уйти из православия, или что-то там и дух, и лицо, и как говорит. И он против канонов прямо. Ну мало что было сказано. Открыто прямо говорит. Он враг православия. Но он услышит это, он именно врагом будет против меня. А я вот говорил где-то о Ткачеве. Ну, я считал, что он раньше на меня нападет. Но Бог милует, еще не напал. Я сказал, что у тебя должна быть связь с Богом. А не то, что, а почему Есенин такой, он целый час может молотить. И дальше, о ком-то еще. Он все-все знает. Но нигде за все, за целый час он не сошлется ни разу на Библию. Ни разу. А зачем она ему? Он музыку пишет. Вот и все. Вот как раз за ним и идет сегодня эта вся армия. Он же, вы смотрите, какой популярный. Вот. Ну и вопрос не в том. Я вот чего хочу спросить-то. Вот они выходят, да, из православия. Дело в том, что, ну, я вот опять же по тому же Александру Андрусенко. Я его люблю, все равно продолжаю его любить. И такое его отношение, понимаете, родственное. Вот. Ну, и все равно я скажу, вот, от начала человеку, ну, потому что было тесное общение. Я вот когда, допустим, говорил ему о святоотеческом, о чем-то, да, или о житиях, у него постоянно возникала вот эта насмешка. То есть, как бы у него и желаний не было, понимаете. Златоуста там. Он, может быть, и брался, открывал, но тут же закрывал, потому что он чувствовал, что это не его. Вот. Вот, как написано, что они вышли от нас, но не были нашими. Понимаете, вот та же Юлия, это дух, заведомо он уже не способен был к принятию православия. То есть, это вот, это именно такие люди, они не смогли бы стать нами. Маленький толчок, и они вылетели из игры. Как вам, судьба человека. Снаряд попал прямо под пушку, и как Радоша и Грегор, все разлетелись, а все мертвые. Это Андрей Соколов там говорит, у Шолохова. Вот так и здесь. Один удар, Диодор. Пусть даже не Диодор, но, понимаете, само вот это общество человеческое его не устраивало. Вот те люди, к которым он приходил, и с которыми он участвовал в богослужениях, это его, как бы, не вмещалось в него все это. А где другое найдешь? Как вот, опять же, я вот с ним говорю, брат, да я не знаю, как смог бы я ли вытерпеть вот такое, где он приходил, да, где находились люди не вверх, я бы, наверное, тоже не смог бы. А что делать? А куда идти-то? Куда бежать? Потеряевку ехать? Вот здесь как раз сегодня сейчас, где я беседую с Юлией Долбневой, там Трапко Евгений говорит, он пять лет ходил по разным-разным сектантам, мессианские евреи, покупал все, и аудио, и книги, и я понял тупик. Это отец Геннадий говорит, я понял, дальше развитие это какое? Если ты сам везде, у тебя все будут противоречия. Сегодня, тогда было через две недели появлялась новая секта, а сегодня на одной неделе их десятки, сотни, а я никому не принадлежу. Я сам по себе, сам по себе, но в ближайшем окружении, и они, которого находят, которые у нас люди были, больше никого не знают, у них духа общения нету. На отрицательном моменте они ничего построить не могут. Но я больше о том, что как находиться человеку, вот человек родился в православии, он родился от Господа, да, и он видит рядом с собой людей, которые, ну, совершенно не понимают его, он их не понимает, он не выносит этого общества. Как ему находиться в это, как ему приходить на это богослужение, когда он не может выносить вот этого всего беспредела? Очень просто. Книга Тавит. Все совратились, а он из колена нефалимого. Но я получил наказ от бабки своей, перечисляя цары, и дальше что он делал? А я один ходил в Иерусалим и уносил три десятины. И прямо первая глава Тавита, шестой, восьмой стих. Я один ходил, говорит, один, ни на кого не смотрел. А Лот? Лот неправильно влетел в этот садом. Но он, говорит, мучился в праведной душе своей. Кого искать? А я один, я с Богом. И что вам достаточно? Смотря кому как. Есть такой святой один. Он много трудился для Бога, а про него никто не знал. Ни один человек. Только в откровении открылось это... Не Антони его звать, а Макарий Александрийский. Макарий Александрийский. Ему сказано было Марк Фращевский, страна Фращевская. Его иногда афинским называют. Он там-то. И как он живет? А ко чем питается? Ангел с неба ему подает. Он был такой любознательный. Прочитал только Иоанне и Амри. Противились Моисея. А где они? Ну где-то там в пустыне были, умерли. И он решил пойти посмотреть. Вот такой любознательный был. Взял с собой штырьков на дело и дорогой ставил, чтобы назад-то вернуться по вешкам-то. Ночью проснулся, а вешки все в кучке лежат рядом. И он понял, сатана сделал. Вывод сделал. Богу это не угодно. Теперь буду надеяться на Бога по звездам. И когда пришел к нему, и там дальше их встреча какая была, они беседуют, сидят, и Марк ему говорит, ну что, брат, дадим отдохнуть рабыне своей, то есть плоти. Брат, мы готовы вкусить. И вдруг я говорю, смотрю, из воздуха рука опускается, и две порции там хлеба дает. Ангельский хлеб ел человек, как пишет Давид-то. И он говорит, поверь, брат, все эти годы была только одна порция, а сегодня две. А как питался раньше? Раньше питался я как? Брал землю в морской воде, смачивал и ел. А демоны его тащили, с него, говорят, до костей кожу сдирали. Вот с нас-то не сдирает. И он никуда не ушел. И достиг такой святости, спросил только, у вас что теперь, там говорят, свобода, какое-то решение Дума приняла, там, яровое отменили закон. Ну да. И у вас верующие есть, ой, там храмов 200 на Москву только строят. Объясняет. А есть такие, которые бы сказали горе, гора двинься и передвинься. Я говорю, стышу грохот, обернулся, гляжу, гора двинулась. А Марк повернул голову тоже, посмотрел и говорит, я не говорил тебе, я просто прочитал. Вот как. А может даже серапион там был, сейчас я могу не точно сказать. Но он говорил, ой, ой, такого нету. Он говорит, а какая же у вас тогда вера? Вот как мерка какая была. Я жития начитывал, для меня это многое открыло. Симфонию составлял. А Александру нет. Он что, все знает Писание и сам толковать может? Я никогда не дерзал. Зачем бы я златоуста начитывал? И никого больше не нашлось, ни на Россию, а во всей мировой практике не было. 12 томов златоуста, 12 житии, добротолюбия, там Григория Дещенко, 4 книги. Почему? Я внутренне понимал, народ надо просвещать. Он хотел это делать? Нет. Он просто помог и на этом остановилось. И поэтому в них это не вмещается. А, ну а что делать? Только молиться. Здесь еще не поможет. Никакой добродетелю его на путь не повернешься. Почему? А там легко. Молился или не молился? А я вот прочитал это. Семикратно в день прославляю тебя. И у меня я стараюсь, чтобы ни одного дня не было, чтобы я всем рад не встал на молитву. Не считай утренне-вечерне молитвы. А почему? Я понимаю и испытал. Это неземное состояние. Тебе неохота не говорить, ничего. И все Бог прозрительно открывает. Молитва. Молитва. С Богом связь. Поэтому мы всегда останавливаемся. В конце вы видели и говорим. Говори, Господи, слушает раб Твой. Слушает и слышит. Сегодня такую молитву ты нигде не услышишь в мировой практике. Почему? Мне это открыто. Это необходимо. А Серафим Саровский иногда молился. Он ни слова не произносил, не читал. Он просто стоял в размышлениях. Это была молитва. Стояло размышление. Поэтому когда выводили, он как поднял руки и не мог опустить. Его за руку выводили. В прострацию впал, как говорят. Вот тебе и левитация. И поэтому эти люди ушли. Причина одна. Не победили себя. Стремления к этому не было. И думали что-то лучшее. Но они там встретят бездну. Такие отбросы там будут. Они задыхаться в этих миазмах будут. Вот даже одного муху разговариваешь с ним, ты уже оскверняешь себя. С ним мирно не разговаривай никогда, как Антоний говорит великий. Я ни разу в жизни мирно не разговаривал с еретиками. Получается, что протестантам легко стать. Это только мозги включить и все. И ты становишься протестантом. А что православным стать, это надо им родиться. Им стать невозможно. Это только дано тебе от Бога или не дано. Все. Ответ один. Видите, у протестантов они смотрят только на сегодняшний день. И он сам себе судит. Судят сами себя. Неразумно Павел говорит. А я не пью, не курю. Он не пьет и не курит. Все. Это все. А у православных речь идет о смирении духа. О признании, что выше тебя есть открыто. А тебе открыто было? Я знаю и слово Божие. Православным, говорит, думать не надо. Уже готовы толковать, растолковывать думать. Не надо, уже истолковано. А сектант, Таня, Маня, как понимают-то? Сектантам стать легко, потому что уровень слишком низкий. Вот я уверовал. Все. И харизмат уверовал. Он орет, теперь падает, крутится там, лает. Все, он от Бога. У православных не так. Если даже многое открыто, никто. Никакие. Совсем. Ну что, Златоуст? Ну хорошо, Златоуст что? Ладно, я спрошу даже Андрусенко. Скажи, Александр, а для тебя как это место понимается? Если кто нарушит одну из малейших заповедей, малейшим наречется в Царстве Небесном. Поясни. Повторяю, ни одного сектанта я еще не нашел за 55 лет. Или, допустим, явится на небе знамение Сына Человеческого. Какое? Христос. А за Ним явится Сын Человеческий. Что, за Христом Христос? Они не ответят. Я таких вопросов ни один, ни два знаю. Это они опасности такие люди не представляют. Опасность священников, которые приходящих, которых они приручили, они теперь и гнобят на своих измышлениях. Вот это Пархоменко. Он прямо говорит так, ну прямо, я их многих знаю, которые, ну там, Боев перешел туда, Сергей Журавлев. А Пархоменко, это тот, что на радио Свободы, который выступает? Я не знаю, где-то. Пархоменко Константин, священник. Ты вот посмотри, он последнее выступает, и напиши о нечистоте женщин. Он как враг канонов, что женщина, которая месячная там истечет из нее, приходи и прищащайся. То есть он опоганил все. А это в книге правил написано, что если женщина находится в обыкновенном женском состоянии, то что, можно ли прищащаться? Он говорит, на ум не должно же приходить это. Златоуз говорит, руки вываженные в навозе, ухватятся за резу царя. А что ему будет за это? А ты к телу его прикасаешься. Ну а женщина нечистая прикоснулась. Он говорит, прикоснулась к краю одежды, а не к нему. К краю одежды. И он стоит, и каждое правило. Да где-то там, это вот говорил, значит, Климент Римский, половина третьего века, уже он говорил там против. А он умер в 97-м по 101-й год. То есть он не знает даже, ну сейчас, откни, Климент Римский тебе Википедия все вытянет. И он против канонов топчет ногами буквально, то есть всю грязь тащит. У людей еще какое-то отношение некоторое к святыне, причащение, то другое. Он все попирает. А что дальше будет? Заглядывать не надо, мы знаем. Ему дано было вести со святыми и победить их. Это единственная в мире организация, назовем религия, где прямо говорит о своем поражении. Но счастье останется. Сие творите в моем свинане, доколе он приедет. То есть будет при счастье до пришествия Христова. Так толкует Анна Затауст. Вот нам нечего искать, да, вот они задают вопрос о священстве. А где священники в этом самом, у вас написано, где взять священников? А вот вы говорите, вы лезете в такие вопросы, что они неприкасаемые, то есть как отроются, да. Тут, казалось бы, а зачем такой вопрос задавать, что это, казалось бы, понятно. Это священник, как учитель, как, допустим, врач, они должны существовать в обществе. Вот. А священствие. Вот хотел бы... Хорошо. В первую очередь мы берем нееме. Когда, говорят, они пришли из плена и стали искать, и такое-то не найденное родословное, их исключили. То есть родословное рукоположение передается у сектантов не было никогда и нет. Ну а дальше очень просто. А действительно называются епископы, присвидители, диаконы. Слово священник не называется. Ну и так понятно, что это священное сословие по Ветхому Завету, а то было тенью будущих благ. А в послании к евреям апостол Павел говорит, там 12 глава, об этом что? И наш первосвященник. Вы согласны, что Христос первосвященник всегда? Ну а раз первосвященник, значит, ну, если он начальный генерал, то где-то солдаты должны быть. Если он первосвященник, то есть начальник, то должны быть подчиненные, а где они? И тогда в Ветхом Завете священники и первосвященник, то есть патриарх. Где? Вот они сразу останавливаются. В Новом Завете говорится. А остальное не говорится, а почему? Так раз не говорится, значит, вот об этом Пархоменко Константин-то. Раз нигде не сказано, значит, Бог освободил. Нечистого нет нигде. Почему? Сосуд опускался, ешь. То есть там речь-то идет о чем? Зачем ты под подоложенщине лезешь-то? Это поп говорит. Как это так? Там говорится о принятии язычников. И в виде сосуда опускалась, там разная тварь была. А он относит к менструации. Да какой же он после этого? Он вообще никакой, говорит, за хвост да в яму. И далее в Новом Завете написано, все позволительно. Ну все-то позволительно. Где тебе позволительно грязь смешать со святыней? Ну он же знает, каноны изданы. За каноны стоят две теперь с лишним тысячи епископов, которые по числу епископов на разных соборах были вместе-то. И вот здесь, когда мы сегодня начинаем внимательно смотреть, то мы видим, что здесь сметельно так. С переменой священства должно быть перемен закона. Перемена закона произошла, да. А перемена священства не отмена. То есть они совершенно никакие сектанты. Ему надо доказать, что он прав. И что кому простить и проститься, ему дано. А ничего тебе не дано. Ты никто, ты к священному сану не относишься никаким образом. А священник и епископ, они равные права имеют. Кроме одного. Епископ имеет право, как матка в уле, рукополагать, плодить священников. А священник никого рукоположить не может. А диакон, он просто помощник священника. Вот. И они этого сектанта не понимают. А у него очень сильно напор, что церковь никакого значения не имеет сегодня. Почему? А кто как понимает и куда идет? Я говорю, а зачем ты голову-то сказал, Юля? Отсекай, что он глава тела церковь. Вы вне церкви. Каким-то не будь, ты вне церкви. Или человек стоит перед разрешением греха, каноны не разрешает, а я теперь не в церкви, каноны не признаю, и мне это все позволено. Да не все тебе позволено. И то, что ты вне канонов пошел, это не означает, что ты вышел. Вот я сейчас, а я не признаю советской власти, поеду на светофор красный. Ну, до первого поворота, и все, или до первой аварии. Ясное дело, что ты вне закона. Вот у нас тут был один, вся земля тут Божья, а что она будет-то? Его арестовали. Он отсидел и вчера, видимо, по этапу пошел. Все, откружилась голова. Я делаю то, что мне позволено. Александр на меня обижаться не имеет никакого основания. Жена была здесь, крещение приняла. Она была когда-то против меня, бунтовала. А потом внезапно расположилась, такая ласковая стала, она сама смеется и говорит. Мне хочется обратиться к людям, которые тоже, может быть, вас терпеть не могут, потому что терпеть я не могла, и теперь у меня совсем другое отношение. Просто сказать людям, чтобы они, ну, как бы, ну, уж на моем примере. Я же вот у нас как начиналась? Саша, слушай, смотри. Вот послушай, посмотри. Я постоянно говорю, ой, нет, кричит. Да я, 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 да никого он из себя делает, да пророк, нет. Я прям вот ни в какую. Вот, а потом, когда я уже как-то, ну, стала, ну, как критически, да, я послушала, да он ничего, да нормально, ну, громко говорит. Ну, я, 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 это он говорит, я делаю так, потому что Бог так и делает. Я успокоюсь, ага, думаю, значит, всё-таки не на себя, а на Бога. Вот. И как-то вот немножко отношение стало меняться. Ну, уж, а потом, когда мы поехали, кстати, интересно было случай с платком, когда, значит, мы надумали креститься. Саша говорит, так креститься себе нельзя, я говорю, почему нельзя? Ну, ты же как-то жизнь-то не меняешь, ты вот платок не носишь. Вот, вы, наверное, помните, в последний раз, если мы по скайпу разговаривали, платка была. Ну, я как-то думаю, ну, после крещения, ну, покрещусь потом, вот, одену платок, наверное, вот, не хотелось мне очень. Вот. И потом, значит, я посмотрела фильм «Садом» Аркадия Мамонтова. Я прям после фильма дома, мне было вот прям ощущение, что я из ада вышла. И я одела платок прям вечером и думаю, больше я его не сниму. Ну, кстати, этот день был как раз день вашего рождения, 10 июня. Вот у меня как-то так совпало получилось, да. И интересный момент, что я, когда одела платок, я почему-то, вот, постепенно, вы знаете, у меня поменялось отношение к вам. Конечно, он переживает, конечно, у него вот это вот, а как? Нужно же доказать свою правоту, а не получается ничего. Ну, я говорю, как выйти из этого состояния, говорят, ну, ладно, вы говорите щадящий режим. А какой такой, чтобы по-настоящему? Это приехать ко мне на лето в гости. Со мной рядом будешь. Так вот, и среди нас, когда он будет жить, он все откроет о себе, ему не выдержать. Мне вспоминается «Щит и меч», такая есть МВД, газета главная. И там спрашивают, интервью берут у одного, тогда не игиловцы были, а просто террористы. Молодежь готовят они, чтобы себя подрывать могли. Скажите, а вот, ну, везде внедряют своих людей, чтобы узнать там ваши тайны. У вас могут так вот евреи там какого-то или коммунисты? А он говорит, нет. И ни одного случая не было, нет. А почему? Мы только ночью молимся, три раза встаем. Если к нам будет кто-то внедрен, а он сердце в ней принимает, он или с ума сойдет, говорит, или обнаружится. Я скажу, со мной вместе будешь ночью молиться, и днем, и никогда не ложиться, и вставать 4.40. То есть пить есть что со мной. Везде будешь как на веревочке. Я свободы твоей не стесняю. Вместе молиться в храме будем. Все будем делать так. Он забурщит. И у него не пройдет. У него непроходимость желудка и мозгов будет. Я понимаю, о чем вы говорите, когда... То есть говорите о том, что человек узнает себя. О том, что сегодня многие себя не знают, люди. То есть я себя узнал, когда сломал шею. То есть на протяжении двух месяцев во мне открылась такая мразь, что словами не выразить. Я не представлял, что я могу таким быть человеком. Понимаете? И многие люди как раз сегодня себя не знают. И вот, может быть, да, может быть, для многих... Ну, не для многих, для некоторых будет полезна вот такая тренировка. Но это подобно самоубийству. Ну, так, я и говорил не где-то, а в присутствии архиепископа Антония в Сан-Франциско. Потом меня еще спрашивали. Я знаю много способов, какие есть. Есть такие поркотерапии. Сейчас Пилипенко профессор везде порют. Просто розги какие-то, аргументы и факты печатают. Тут много таких роликов сейчас. Вот у меня в лагере разные были люди. Как только молиться в субботу, а батюшка будет. То есть при батюшке в два раза длиннее служба-то. Дети ленивые есть. Так он готов, если мы пойдем в лагерь молиться, из лагеря молиться, а ты останешься пилить. Он будет пилить на полную мощность, лишь бы только в храм не идти. То есть сегодняшняя современная жизнь человека настолько расслабила. Вот сатана устроил такую жизнь, чтобы человек не вникал внутрь себя. Он не входил, не рассматривал себя внутреннего своего человека. А тем самым не открывал в себе то, в чем он мог бы покаяться. Вот сегодня Юля в комментариях, да? Опять же там под этим, под вашим роликом. Она не понимает, что такое покаяние. То есть я когда написал это беспокаянной души, ну я понимаю, что любой православный меня поймет. А это о чем я говорю? Говорю о том, что человек не видит своих грехов. Вот о расторжении с мужем, допустим, я скажу. С мужем они разошлись. Да полностью она виновата. На 100% она виновата. У нее смирения нет ни на грамм, ни на каплю. Это же женщина, это танк такой. К себе невозможно жить. Ни один мужчина не будет жить. Да, да, именно так. Женщина, я не знаю, все 100% или нет, но и он тоже стал там ломить на нее, просто ломить. Причащайся. Она к священнику готовится. Причащайся к священнику. Ее душить буквально в начале. Это исключительный случай. Когда я готовился жениться, там старцы собрались, но они были расположены и говорят, вот то, что у тебя сейчас есть, ты женишься, ты едва ли удержишься на этом месте. Все остальное пойдет вниз. Они ошиблись. Ни один не мог этого... Почему? Любовь к Богу и прочее. Я под эту крышу сразу же стал вставить жилу. Вот так. Если она что-то где-то, как говорится, забухтела, а я за стол сажусь, она работает. Я сразу ни слова не говоря встал перед иконой и начинаю молиться. Помолился, обернулся, она рядом стоит молиться. Я за стол сел. Она думает, рот закрыт у нее. Дай-ка я еще что-то скажу. Когда я ем, то глухо не ем. Я опять встаюсь и опять на молитву. Третий раз садистов. Времени нет, я ушел. Она переживает. Я ушел, ничего с собой не взял. Все. Сломлено сопротивление. А ничего не как у сараблятцев. А я и вот кулака. Но это может быть раз и другой. Но она может убежать к своему сожителю. Тут надо взять точно. Но о чем вы говорите, с этим я согласен. Это для женщины, я о чем говорю, 100%? Стопроцентный спасительный путь. То есть вот стать под мужа, как вы говорите, да? Я ее, можно сказать, переручил. Ну и ты встань, он тебя заставляет. Да ну смирись ты, примирись. Делай. Но ты через это спасешься. Это путь спасения. Вот. Зачем же вот это своенравничать? Зачем эти соседи, понимаете? Ну вот бес вошел через этих соседей, а они туда специально подселились. Вот на этих соседях, вот посмотрите, как в кино у них закрутилось. Это же прям бесы, видно, разыграли вот это вот все. Весь театр с их семьей. Да, тяжело, печально, и нет никакого выхода. Потому что молитва должна занять это место этой пустоты. А она будет по-прежнему так же горды бачить. Она сейчас там найдет себе самца и пойдет. Все это будет. А уже прям где-то рядом, где-то, вот как мне видится. Потому что из себя такая она видна, и видно сыт, и уже платок так вот замотанный. Я уже знаю это начало превращения во вторую букву алфавита. Но мое отношение остается то же. Я не могу сказать слово «люблю», она женщина, но скажу, что она мне небезразличная. Видите, это делает молитву. Когда за человека молишься, он и становится душе твоей близок. Да. Поэтому о чем вот говорят, говорили апостолы, о чем говорил Господь, что молиться, в этом и проявляется любовь у нас. Какие бы мы ни были друг для друга, но молитва, она созидает человека к любви. Без молитвы нет любви. Вот у нас тут этот робот, ребятишки были, там видно у него трое девчонок, мальчик Тараси. И у них, прожнали в прошлом году, нехорошую болезнь, как вы говорите, изнутри меня сжирает. И у них желудок полностью отрезали. Но она еще живет, еще и выступает, где-то и говорит, и улыбается. Я, говорит, просила, когда ребятишки маленькие были, она болела. Десять лет, дай Господи, на ноги поднимутся. А после этого-то еще ребятишки родились-то. И она говорит, нынче у меня заканчивается период, когда я выпросила у Бога. Была при смерти тогда. И она-то все рассказывает. Вот вопрос такой по поводу как раз этой семьи. Ну, не называйте имена, допустим, да? Вот женщина с такой тяжелой, можно сказать, судьбой, да? Муж немой, четверо детей, вот такая. Как она, что дало ей вот этот вот крест пронести? Не то, что он немой, а он пьяница просто-напросто. Вот, денег нет, скудная жизнь такая. Постоянный недостаток в средствах, там, в еде, во всем на свете. Вот, и посмотрите, она же радуется и все равно бодрый дух имеет. Смирение, смирение. Она смиренно переносит? Ничего. Да ничего так, как Андрея опять пьяного за руки, за ноги притащили. Получку опять пропил. А два парня и две девчонки. Никак. Она опять смиренно. Ну, Настя, что делать? Да я не знаю. И его мама звонит. Его, его, когда она была живая. Почему никаких мер не принимаете? Ну, как примять мер это? Ну, он же таким не был. Он пришел буквально с улицы. Он талантливый, любую модельную обувь шьет. Он там резать там фигуры Христа, вырезая деньги, платит. Как только женился, вот как скажи, как шляп под хвост попало. Вот это даже не выскажешь, какой он мастер. Ему только пальцем покажу, вот там надо делать. Даже не скажу, что. Он пойдет, все делает. А у меня тут помогает один учитель, кончил педагогический институт. Я говорю, вот столбы мы поставили, а на них нужно теперь набивать. Стенки будем делать. Но я не думал, что он будет, а толщина столба 18 сантиметров, а у доски 2 с половиной. Так он через столб доску прибивал. Через столб. Я замечаю сегодня, вот буквально за, можно сказать, моя практика вот такая. У меня тоже много людей пишут, вот звонят. Вот. И люди, понимаете, с людьми происходит именно такое. Они говорят, со мной что-то такое происходит, что я уже не могу молчать. Но вот можно назвать это рождением свыше? Это плоды. Но это может еще и не рождение свыше, но близко к этому. Потому что для плоти это несвойственно. Как он говорит. Вот они сейчас образуют, и везде было. Миссионерские отделы. Большего обмана нельзя сделать. А миссионерские отделы за пределами человеческих возможностей. Их нельзя создать. Нигде Бог не создавал и отделы. Он посылал подвое. Подвое. Апостол 12, 6 групп. 70 избрал, 35 групп еще добавилось. Написано, и отправил подвое. Они не считают Библию. Это нельзя. Но о чем отличить благовестие? Благовестие, если ты веришь. Еще есть проповедь. Не надо путать. Проповедь хорошая была у Гитлера. Это один из лучших ораторов за 2000 лет был. Хороший, сильный оратор был Фидель Кастро. Керенский. Ленин. Ну, я знаю их. Могу назвать. Это проповедь. Проталкивает свою идею где-то. Благовестие касается только даром, который Бог дает с неба. А миссия – это поручение от Бога. Это труд Духа Святого, говорит Ана Златоуст. И поэтому он говорит, не деяние апостолов, а деяние Духа Святого. Изучи деяние апостолов, и ты можешь стать миссионером. А как? Тебе Бог покажет, нужно или не нужно говорить. Мы собрались в миссию, но Дух воспрепятствовал. Вот почему не написали, как он голосом слышал или как? Там написано, не Федю куда-то воспрепятствовал. Третья попытка. И ночью явился муж македонянин. Его видно по образу, что это Югослав. Сказал, приди, помоги. И мы заключили. Бог посылает. Было у них такое или нет? Меняли ли они маршрут? Получается, есть проповедь от ума, а есть от Духа? От ума? Вот, от Духа – это миссия. Это миссионерство. А от ума бывает проповедь? От ума она везде идет. Вот я гляжу, Ткачев, Смирнов – это от ума. Это от ума все, да? От ума. И от ума так. Так, Серафим Саровский говорит, когда мне Бог покидал Дух Святой, тогда я говорил неправду. Вот это грань, которую он показал. И что он сказал? Смысл жизни в чем мотовило Александру Николаевичу в стяжании Духа Святого. Вот это все в этом. В этом златоуст, в этом каноны, в этом все. Ты во всем должен прислушаться, что говорит Бог. И это в дороге у нас было практически везде. У нас была миссионерская поездка, им ее не сделать. И когда у нас было тут совещание в патриархийной епархии, в Барнауле, там священники, благочины сидели и разговаривали, какие пути искать к сближению. Я говорю, сближение в труде, но работать по-духовному. А как? Я написал на бумаге. Одновременно мы выезжаем в Болтайском крае, Омская область, Кемерово, Красноярск, вот в этом регионе. У нас своя машина. Нас трое. И вы тоже можете взять трое или тридцать. Можете хоть сколько машин? Свободно. А где Евангелие взять? Мы вам дадим. У меня полторы тонны. Когда приезжаем в большое село, мы охватываем со всех сторон его и говорим в три часа дорогой, когда будете кому-то заходить, говорите. Говорите, мы в патриархии, мы никогда не говорим, что к русской зарубежной церкви никогда никому. Ну а дальше, когда люди соберутся, теперь мы единодушны. Кто желает что-то узнать, всех направлять в храмы московской патриархии. Годится? Ну они, конечно, заулыбались. Ну конечно. Это вы работаете. Я говорю, работаете на патриархию для Христа. Никогда ни одного человека мы не приглашали к себе. Мне Бог положил на сердце к себе не звать. А это 97-й год. Мы ни одного человека к себе не приглашали. Никогда. Так вы исчезнете. Исчезнем. Но мы оставим пример. Сидим тут, сидят благощины в епархии местной, Барнаульской. И вот такой путь. Согласны? Согласны. Но если у вас ничего нету, мы дадим вам опыт свой. Книги наши. Ну, бензин вы сами покупаете. Сколько хотите, берите. Выступайте, что говорите там. Дальше. Когда приедем туда, при народе, выступаем по 15 минут, допустим. Каждый говорит, как он научен. Но направляем всех людей. Всегда. Везде. В храмы Московской Патриархии. К православным Московской Патриархии. Архиереем. Что я не так сделал? А это еретик. Это псевдо. Там это Дудин. Дуду. Дуду. Вам им никогда это не сделать. Никогда. То есть я перед Богом не согрешил никак. А почему? Чем больше Господь готовит награду, тем больше незаконной нападки и прочее будет. Обязательно. То есть ни за что. А это уже труд. Я должен перенести и молиться за него. Я за всех молюсь. За всех. У меня не было ни одного дня, чтобы за Дудина Сергея, священника, я не молился, который в Томской епархии. Там Сиверск он где-то в городе. Он сказал, что с квартирой плохо. Если я выступлю, что-то не так, архиерея меня с ребятишками зимой выбросит на улицу. И с того дня я каждый день молюсь. И даже не знаю сейчас. Господи, дай ему жилье хорошее. Каждый день молюсь. Будет он молиться обо мне, когда мне негде будет жить. Мы разные. Мы настолько разные. И поэтому они на меня лают и нападают. Естественно, от меня другой запах. Они меня травят. А меня они не трогают нисколько. И выступает там вот сейчас одна епархия, другая, Тульская епархия, Новокузнецкая, Кемеровская, Новосибирская. Против меня. Там это псевдоправославный, не слушайте, там Дулевич. А он никто, совершенно никто. Их назвал всех щенками, Максим Степаненко. А я радуюсь. Да хватит, что они пробивают. Да они мимо бьют. Ну, что-то это. У них-то ничего нет. И сравнивать-то не с чем. Максим-то Степаненко сказал, вы соберите лагерь хотя бы на одну неделю. Вы поймете, какой это труд. У них нет еще. И поэтому, что бы я с ними сражался. Я только знаю, без наказания они не останутся. Это определенно. Почему? Пока не было случая ни одного. Это я подтверждаю. Это точно. Бог отнимает у них в первую очередь разум. И они начинают бесноваться. В буквальном смысле. Начинают какие-то у них инсульты. Они до моего возраста до половины даже не доросли. Они сотой доли не пережили, что я перенес. У них руки на месте, у меня все выкручено. Они на этапах не ходили. Баланду не хлебали. Они не сидели столько здесь. Ну или что, на кого бежать все-то буду. Еще сравнивать. Как меня встречали в Португалии. И как Бог подготавливает почву. До нашего приезда года два назад был отец Геннадий Фаст. Он обязательно про нас рассказывал. И как мы доехали. И как это все было. Ну вот едем. Португальский язык. Не знаю, может слышал мой рассказ. Как мы там попали-то. А за рулем сидит. Он ездил, как работают, называют их дальнобойщики. Николай Павлович Кручина. Я говорю, как мы будем. Хоть бы английский язык кто-то из них знал. Трасса. Заезжаем в Лиссабон. И вдруг он резко поворачивает вправо. А это улица отворачивает. Я говорю, а куда? Не знаю. Не знаешь, еще повернулся с трассы-то. Нам надо к полицейским подобраться, чтобы дали где-то. Сидят люди какие-то, пенсионеры. Тормози. У проблем, у проблемы, ну и Латунзек. Откуда же не хватает по трассе. А это, конечно, за добрый пешки ломч. И только в пенал-моро, ты пупаласк, пелупа. Пасанта-план, и почти не хватает по трассе. Мы не можем найти никуда остановиться. Человек встретился первый с собакой-ротвейлером. Посмотри собаку. Вот он сейчас помогает. Пас, пас, пас. 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 Пас. Пас, пас. Пас. Алло, Марьяна. Или она тут маяфа. Вы, пожалуйста, ради Христа нас зловещая не бросайте. У меня здесь. Нам деваться-то некуда. Кого угодно найдите, они разузнают, где мы находимся. Я ему снова передаю. Передаю. А дальше будет так, что один из этих знает по-английски, да и прекрасно, медленно. И мы с ним сразу разговаривали. И он знает, где православный храм. А мы еще ничего не знаем. Ехать туда 20 евро, а у нас нет. У нас большие по 500. А 500 евро нигде не разменивают ничего, боятся быть обманутыми. А он говорит, а вот этот-то мужик по-английски говорит. Этот богатенький, у него деньги есть, говорит. Я его попрошу разменять. И сказали, он принес 500. Но я деньги не дал ему. Сначала от него к себе перетащил 500, тогда ему отдал. Да кто они такие-то? Он говорит, у вас какая собака? Я говорю, кобель. Он говорит, у меня тоже кобель. У него машина стоит. Нужно 20 евро мне, чтобы туда довезти. И он довозит. Довозит. И мы только заходим. А у них в этот день престольный праздник. Выходит и подьякон. А вы кто будете? Я говорю, да мы из России. А кто? Я говорю, Игнатий Лапкин. Лапкин? Он сразу скорее в алтарь шмыгнул. И оттуда уже запивку несут мне просвору. Так, никуда. У нас вот обед будет. Так, сейчас вот только подойдут ко кресту. И сейчас сразу говорите слово. Когда Господь уходил с земли, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И кто будет веровать и крестить, все спасет Бога. А кто не будет веровать, осужден Бога. Когда Господь уходил с земли, Он дал наказ сидеть и ждать обетованную силу Духа Святого. И они сидели 10 дней. А с какой целью? Он говорит, и будете мне свидетелями. Вот для чего Дух Святой сошел на землю. Далее деятельность Духа Святого расширится. Никто так емко не выразил смысл жизни, как Сарафим Саровский. Стижание Духа Святого. Но это не хватит и 10 жизней, чтобы выполнить. Я начал говорить, а он в конце говорит. Вот тарелка. Так, люди приехали. Вы помните, где Геннадий Пас был? Вот через него обратился. Ложите сюда деньги. Я как понял, есть трудности с дорогой. Если чем-то сможем помочь, помочь, пожалуйста. Да, да. Иди ее. Нужно разменять. Я вам разменяюсь. Нет. Я вам разменяюсь. Там, конечно, с понедельника пост начинается. Петру. Пост не сроки. Это Бог делает. Вот эти, которые миссионеры. Он и во сне этого не видел. Он две хаты зашел и обомлел. А мы только вокруг 30 тысяч Евангелия раздали, 30 тысяч квартир прошли пешком. Мы настолько разные. А вот это благовестие, вот это труд Духа Святого. Дух Святой повернул ему руки туда. Дух Святой посадил этих пенсионеров на пути. Дух Святой подвел как раз к престольному празднику. Мы ничего не знали. Ни телефонов, ничего нет. Привел без задержки. Вот что такое миссия. И когда Павел продолжил слово, то не богослужение продолжил, как у старобрядцев 12 часов, а слово, как люди обращались, как приходили, как его где-то встречали, кто там брал поезд, ага, пришел, того арестует. Вот это все у нас в дороге было. Я говорю, в мировой истории подобного путешествия не было. 120 тысяч километров. Во-первых, далее с подарками никто не ехал. И встреч таких не было. Нас встречали и ждали. И при том как ждали. А так как-то события там складывались. И мы помним, кто нам помогал и молимся за них. Все, никого нету. Мы в Швеции, в Дании прошли Швецию. Никого нету. Машина сломалась. Как? И вдруг? Сегодня 24 июня. Мы находимся в Швеции. На пути в Осло в Норвегию сломались, изменили маршрут свой. Стали понемногу продвигаться по направлению Стокгольма. И до Стокгольма более 400 километров. Это приблизительно. И сейчас завтракаем. Здесь брат наш, Игнатий Тихонович, завтракает. Ангел за трапезой. Мы видим, что они стоят. Вот расположились мы здесь. Я сейчас могу даже ошибиться. Кажется, Виктор Николаевич Савченко пошел в туалет, что ли. И там мужчина идет, он говорит по-английски там. И говорит ему, а есть ли кто-то русский это? А тот по-английски отвечает, есть тут одни. Есть. И им позвонил. И что интересно, старшая, кажется, Надежда, а дочь ее Людмила. А у меня Надежда, у батюшки жена Людмила. И они пришли со своими мужьями. И дальше, как был разговор, наши рубля им ехать в Россию на кроны. А нам кроны нужны там рассчитываться. На кроны разменяли. И все получилось. Так дают совет. И мы заплатили очень много, которые на эвакуаторах. И соединили через вас с Испанией, и там Булкин, и тот дал запрос туда себе. И вот с Калининграда-то, Кёнигсберген. И отсюда приехал за нами специальный эвакуатор, и все взяли на себя, а не расходы. И человек одного выставил, который дождался, и пошел везде покупать недостающее счастье. Это от Бога. Вы тогда сильно нам помогли. Вот то, что понимаете, такой... Я же, получается, с вами ехал, эти ролики, с опоздания недели. У меня же такие же точно переживания были. Я же эти ролики все... Каждый обгладывал там этот ролик и выставлял. Ну, а где я, когда был на месте, где я обратился, там я благодарил Бога. Видели? Сегодня суббота, 28 июня 2014 года. Вот мы находимся в Латвии Венсполс. Сюда я стремился 52 года. Как я... Так сколько людей сейчас еще пишут? Мы, говорит, сегодня видели ваш этот ролик. Даже протестанты вместе с вами плакали. Это у меня внутреннее чувство. Я не мог говорить. Эта благодарность, она у меня буквально пышет со всех сторон. Я... Уже никого нет. Там какая-то стоматологическая компания. И я им подарил. И кто там есть. На том месте, который даже им подарил книги. Они полицию вызвали. В 62-м году я здесь жил и обратился к Богу. И здесь стоял 18-й дом. Не закрывайте только, пожалуйста. И я приехал. Я здесь обратился к Богу. Я стал христианином. Поработал на плоти. И теперь я издатель издал книги. Я приехал отблагодарить, кто здесь живет. Оказалось, аптека, я не знаю, что какое-то. Она испугалась. Думала, ну, бородатые люди какие-то. Кто хозяин, она не говорит. Я бы привез книги отблагодарить. Как это сделать мне? Через кого? Хозяина-то нет. Она-то просто убожена. Объясните, чтобы она не боялась нас. У нас документы, паспорта. Все у нас. Вот наша машина стоит сзади. А они полицию вызвали. А полиция нам помогла. Я говорю, нам она как раз и нужна. Вызывайте. Думали, мы напали. Полиция что, проверила документы. При них мы книги подарили. До свидания. Приехали в тот дом баптиста, где я впервые Евангелие получил. Хотя на дому это было. Город Венсполс. Вот как все делает. Это миссия. Ее нельзя составить. Нельзя научить этому. Нельзя. Это ни в одном университете, в академии не преподают. Геннадий Ильич, ну я спать пошел. Так. Ну и я пошел. Спасибо, Христос, что пришел.